Добрый зимний день! Я вас приветствую на квартире, реализацию которой мы наконец-то закончили. Сегодня мы делаем фото-видеосъемку и рассказываем про квартиру, которую мы делали 10 месяцев. Здесь очень много интересных технических решений. На вид она достаточно простая, но это квартира-трансформер. Будем потихонечку ходить по квартире, и я вам буду рассказывать, что мы здесь интересного реализовали. В данный момент съемка происходит от входа. Получается, когда вы заходите в квартиру, вы сразу видите большое пространство кухни-гостиной. Я вам сейчас продемонстрирую, каким образом это пространство превращается в два отдельных кухню. И вот таким образом гостиная может быть закрыта, и получается отдельное пространство. Таким образом мы имеем возможность, когда приехали гости, изолировать людей в гостиной. И люди, которые находятся на кухне, не переживают, что они мешают тем, кто отдыхает в гостиной. И вот посмотрите, как получилось уютно. Гостиная отдельной комнатой смотрится. Закрыта зона кухни с двух сторон. Штора перегораживает проходную зону коридора. Здесь на диване можно или посидеть отдельно, никого не видеть, или лечь отдохнуть, при этом никому не мешая. Расстояния здесь небольшие. Мы здесь очень четко рассчитали все расстояния, чтобы оказалось и много места, и одновременно ничего не мешало. Мы сделали на перегородке, которые разделяют кухню и гостиной. С одной стороны мы сделали камин. Это, конечно, имитация камина. Сделать в многоэтажном доме живой камин возможности нет, так как во время отопления достаточно сухо в квартире, приняли решение, что надо поставить увлажнитель воздуха, который имитирует камин. Со стороны кухни это витрина для посуды. И получается, когда необходимо сделать изолированное пространство, перегородки соединяются. И получается у нас такой стеклянный кубик. Хочу еще раз вам показать с внутренней стороны, как работает перегородка. В закрытом виде витрина с посудой и телевизор перекрыта. Соответственно, пространство в гостиную открывается с двух сторон. На момент, когда нам необходимо это пространство изолировать, мы отодвигаем перегородки, а не с доводчиком перегородки. Вот, и все достаточно легко двигается. Конечно, расчеты здесь были достаточно сложные, потому что было необходимо просчитать доводчики, как работают, необходимо было четко размеры просчитать, перекрывание стены относительно стопоров, которые внизу на полу находятся, потому что, если бы мы неправильно рассчитали, то у нас эта перегородка либо до конца не перекрывалась, либо были пространства по бокам некрасивые. Поэтому здесь нам пришлось поработать совместно с ребятами, которые производят эти перегородки. Они тоже маленько были в тупике, потому что таких решений у них не запрашивали никогда. Но вместе мы справились, вот нашли решение, высчитывали здесь достаточно долго, разговаривали, примеряли, экспериментировали. Мне кажется, получилось очень необычно. Центр композиции этой кухни – это стол. Он большой, хозяев немного, но они очень гостеприимные. Здесь живут всего три человека, но они очень любят гостей, поэтому планировали сразу сделать стол, чтобы, не раскладывая, люди могли уютно сесть за него. И вообще они сказали, что они не любят столики для быстрых завтраков, они любят, когда они и завтракают, и обедают, и ужинают за большим столом, большой семьей. Вся квартира выдержана в спокойных бежевых тонах, в том числе и кухня, для того, чтобы пространство смотрелось единым. Для Москвы вот эти теплые цвета задают дополнительную атмосферу уюта и теплоты. Столешница сделана из керамогранита. Производитель Легрон, они делают очень красивой, качественной столешницы, и принт на этой столешнице мы делали исключительно под наш интерьер, корректировали цвета, располагали рисунок так, как нужно было нам сделать. Хотела бы заострить ваше внимание, как красиво сделаны все сочленения материалов, и лепной декор переходит, и вверху трек. Вот трек можно было только алюминиевого цвета сделать, но он не сильно выбивается из цветовой гаммы интерьера. И внизу мы сделали скрытый плинтус, специально, чтобы у нас не было проблем для подвода вот к этой зоне, куда убирается дверка. Одну зону мы решили исключительно функционально. Здесь у нас шкаф, и зону для раздевания отдельной гардеробной мы отдали под кабинет, поэтому у нас здесь только решение, вот, единственное для раздевания – это шкаф. Но шкаф мы сделали таким образом, чтобы у нас красиво смотрелись две ручки, и было зеркало в полный рост, одну дверку мы сделали с таким открыванием, а другую – распашную дверку. Достаточно широкая прихожая, здесь, в общем-то, удобно заходить, и несколько, когда человек заходит, друг другу не мешает. Еще одно интересное техническое решение в этой квартире – вот это не зеркало, а это окошко, окошко в кабинет. Так как в этой квартире было необходимо сделать еще одно пространство – кабинет, но кабинет мы не могли разместить в зоне, где спальня, так как хозяин работает со стороной, где разница по времени большая. Соответственно, чтобы он мог разговаривать громко и никому не мешать, нам пришлось его пространство – кабинет сделать в другом конце этой чудесной квартиры. Ну, чтобы хозяину не сиделось в этом кабинете очень грустно и он не ощущал себя в замкнутом пространстве, мы ему сделали окошко. Так как это окошко должно работать на две стороны, мы сделали его по принципу окно-шпион. Когда, сидя в кабинете, человек видит всю квартиру, а те, кто находится со стороны прихожей, как мы здесь, мы видим просто зеркало. И получается, что мы убили двух зайцев и разместили зеркало в прихожей, и одновременно сделали хозяину неглухое помещение. Вот мы заходим в кабинет, окошко, которое со стороны кабинета с этой стороны работает, как зеркало, и посмотреть, как работает окошко изнутри. Я сейчас, чтобы можно было разглядеть хорошо на видеосъемке, я выключу свет. Так лучше видно, чем с включенным светом, когда снимаешь. Сразу бы хотелось обратить ваше внимание на то, что мы продумали систему от точно приточной вентиляции в этом маленьком кабинете. Потому что, я думаю, возникнет такой вопрос, как можно сидеть в маленьком таком пространстве без притока воздуха. Конечно, мы этот момент обязательно продумали в первую очередь и смотрели техническую возможность, когда проектировали эту квартиру. Техническая возможность была у нас сделать. Нам повезло, что к квартире примыкает технический балкон, куда нам разрешили вывести оборудование. Поэтому сюда поступает свежий воздух и здесь свежо, хорошо дышать и удобно работать. Мы, зная, что у нас здесь идут трубы, постарались таким образом их обойти, чтобы у нас получилась возможность организовать полки. При этом все коммуникации проходят в зоне доступа и проблем нет в эксплуатации. Мы квартиру разделили на две части. Одна часть так называемая общественная и другая приватная часть. Сейчас я вам покажу санузел, который гостевой. Здесь два вида освещения в санузле. Одно дневное, другое ночное. Вот ночное освещение – это подсветка низа ванны для того, чтобы ночью, если будет необходимость зайти в санузел, не просыпаться. И второе освещение – это обычное верхнее освещение. Плиточку мы использовали керамо-марацци. Она смотрится как обои. Она очень понравилась хозяевам, и поэтому было принято решение немножко квартиру разбавить темными тонами. Мы любим делать планировочные решения с большими столешницами и раковинами, которые ставятся снизу столешницы. Так легче ухаживать. При этом раковина имеет хорошие размеры и очень удобно использовать для всяких процедур. И женщины очень любят для того, чтобы можно было пользоваться косметикой, большую столешницу. Так как здесь расстояние были очень критичные, мы очень четко рассчитывали с учетом эргономики. У нас получается, что зона ванны и зона раковины посередине мы поставили унитаз. Кстати, большое заблуждение, когда люди говорят, что ставить унитаз напротив двери – это неправильно. Если вы обратили внимание, вот сейчас, когда началась съемка, унитаз вы увидели в самый последний момент, потому что человек не заходит под углом 90 градусов, а человек заходит, слегка приоткрыв дверь. Соответственно, он видит то, что по диагонали дверь у нас таким образом открывается, что сразу видна красивая часть санузла. Это стена с зеркалом, столешница. А унитаз, так как он находится ниже уровня глаз, он виден в последнюю очередь. Чтобы не было проблем с открыванием ящиков, мы сделали полочки около унитаза открытые. Сразу скажу, очень многие не любят, когда в открытых полках около унитаза лежат полотенца. Конечно, для съемки мы сюда полотенце положили. С точки зрения гигиены мы абсолютно согласны, что это неправильно. Здесь у заказчиков стоят всякие корзиночки, где они могут держать моющие средства и при этом вид достаточно эстетичный. Мы для фото-видеосъемки положили сюда полотенце, поэтому можете не ругать нас, чтобы что-то неправильно спланировали. Хорошая получилась ванна. Очень любим мы стальные ванны, они очень красивые. И любимый наш прием, когда мы ванну не ставим на пол, очень удобно подходить ногами. Обратите внимание, что нога ставится и можно дотянуться до стены, если надо помыть ванну. При этом эффект полета, и она не громоздко смотрится, и ванна получается такая достаточно изящная. Мышевое ограждение, часть ограждения открывается, часть ограждения стационарная, чтобы удобно было пользоваться. И использовали здесь белые смесители. С точки зрения эксплуатации смесители белого цвета с нашей водой они смотрятся достаточно эстетично и нету проблем, не видно вот этих вот капелек воды, загрязнения не видно, как на хроме и на черном цвете. Поэтому белый цвет очень выигрышный для санузлов, если его использовать на смесителях, на кнопках, то есть отпечатков не видно. Наверное, такие вот самые фишечки этого санузла я вам рассказала. Он с точки зрения планировки в нем нет ничего особенного, но он по эргономике очень комфортный и здесь удобно и процедуры принимать, и пользоваться мебелью. Ну, находиться, мне кажется, очень приятно, потому что цветовая гамма, несмотря на то, что мы здесь использовали темный цвет, абсолютно не выбивается из общего нашего интерьера. Сейчас мы находимся в приватной части квартиры. Это спальня заказчиков. Комната небольших размеров, но здесь стандартный набор. Кровать с матрасом 1,60 м. Кстати, кровать мы здесь сделали по длине нестандартную. Здесь длина 2,10 м. За счет тонкого изголовья она смотрится достаточно пропорционально и по размерам она у нас очень хорошо сюда вошла. Прикроватные тумбочки, туалетный столик, комодик. В этой комнате мы сделали стены комбинированные, обои и покраска. В качестве декора художник нам написал картины, которые своей графичностью добавляют в эту комнату какого-то такого изюма. Она сразу собралась, весь интерьер весь собрался. И в качестве поддержки тумбочек, комода, туалетного столика у нас вот идут темные цвета. А так комната выполнена в светлых цветах. Здесь несколько сценариев освещения. Мы использовали здесь треки люстру, лампы и подсветку зеркала. В этой квартире очень много беспроводных выключателей и подружили все это с Алисой. Поэтому у нас такое комбинированное решение. Можно с помощью Алисы закрывать, открывать шторы, выключать свет, а можно с помощью стандартного варианта, когда ты используешь выключатель. Если выключатель некомфортен в этом месте, то он крепится на двухсторонний скотч, выключатель можно перенести. Поэтому удобство выключателя беспроводного в том, что можно поменять сценарий. Хочу обратить внимание, что понятно, что на фотографиях этого передать невозможно, но для этого я и рассказываю, что здесь мы сделали сценарий, как обычно делают в гостинице, когда человек лег и, протянув руку, может выключить любое освещение. Не надо для этого вставать и подходить в зону двери, где изначально был включен свет, либо с помощью Алисы попросить выключить свет. В данный момент мы Алису отключили так, как мы делаем фото-видеосъемку, чтобы она нам тут не включала и не выключала ничего, мы ее отключили. Ну вот продемонстрировать шторы. Вот у нас двигаются, закрываются. Вот я остановила. С помощью еще раз нажатия кнопки я могу эти шторы закрыть или открыть, как мне надо. Шторы blackout, поэтому здесь очень комфортно спится. Кондиционер в московских квартирах это уже такая обязательная штука, потому что они работают еще на фильтрацию воздуха и когда рядом проходит дорога, воздух не очень чистый, с помощью кондиционера можно сделать поступление воздуха через фильтр. Конечно, зимой это не работает, обычно мы для этого ставим системы Breezer, но в этой квартире люди отказались от этой системы, так как дорога не очень близко, они открывают окошечко. А так вот еще дополнительная система, которая не очень красиво выглядит, мы уже приспособились ее прятать в зоне окна за шторами. В этой спальне мы специально организовали вот такую нишу для того, чтобы визуально расширить это помещение. На самом деле можно было бы эту зону использовать в гардеробной, которая находится за стенкой, но если бы мы сюда поставили стенку, то спальня действительно смотрелась очень бы неуютной и маленькой. Так как это в районе головы, мы решили, что пространство, когда ты видишь и в зоне, где ты спишь, пошире, оно делает пребывание твое в спальне более гармоничным. Поэтому мы сделали эту нишу, плюс у нее функциональное назначение. Здесь консоль и хозяйка может здесь себя приводить в порядок. Здесь ящички, есть пуфик, можно сидеть, приводить себя в порядок. Красиво есть раскладочка для всякой бижутерии, поясочков. Сделали большое зеркало с подсветкой, но приводить себя в порядок, может быть, не очень удобно, когда есть это зеркало. Оно больше несет такую декоративную функцию, расширяет пространство и за счет подсветки делает уютным. В принципе, есть женщины, которые любят и так себя приводить в порядок. Можно поставить сюда дополнительное зеркало, если это необходимо. Сейчас мы находимся в длинном коридоре, который находится в приватной зоне между двумя комнатами. Это спальни родителей, дальше комната дочки и санузел. Вот здесь, в этом длинном коридоре, мы предусмотрели зоны гардеробной. Такая гардеробная у нас получилась. Мы специально ее сделали в виде углубления для того, чтобы у нас не было очень узким пространства в этом коридоре. Можно вещи хранить, можно проверять вот напротив зеркала. Оно визуально расширяет пространство. И самую фишечку мы сделали. Мы за счет того, что санузел мы выдвинули немножко в зону коридора, с точки зрения закона, это возможно сделать. У нас получилось закрыть красиво коммуникации и предусмотреть зону постирочной. У нас встала машинка стиральная сушильной. У нас появились шкафы для стремяна, гладильных досок, ведер, швабр. Вот этот шкаф предусмотрен для сушильного шкафа. Это шкафы хранения всякой мелочевки. Здесь полочки глубиной 30 сантиметров. В принципе, хорошая зона хранения. А вот эта часть, это общая стена с санузлом. У нас здесь расположена инсталляция. Для того, чтобы не потерять место и удобно было обслуживать коммуникации, мы здесь предусмотрели размещение гребенки, датчика Нептуна и водонагревательный прибор проточного типа на момент, когда отключают воду. Получается, вот у нас глухая часть, это где у нас система инсталляции. И маленькие полочки, которые образовались над системой инсталляции, это, в общем-то, для хранения всякой мелочевки, химии и тому подобное. В общем-то, ни одного кусочка в этой квартире не пропало даром. Тут у нас расположено все, что можно было втиснуть в эту квартиру полезного. Приватная часть квартиры, хозяйский санузел. Этот санузел узенький, но здесь мы умудрились разместить все, что необходимо. Душевая кабина достаточно больших размеров. Наш любимый прием – большая столешница с раковиной интегрированной. Большое зеркало, которое расширяет пространство. И остатки былой роскоши. Мы успели купить новинку Ханс Гроя, вот этот вот большой душ, который льет не водой, а водяная пыль. Уже интегрированный смеситель термостат. Хотелось бы еще обратить ваше внимание на то, как реалии нашего времени, меняет аксессуары. Вот держатель туалетной бумаги с полочкой. Полочку можно использовать для телефона, либо для влажной туалетной бумаги. Кто как уже использует. Но раньше таких аксессуаров не было. Опять же, приватная часть квартиры – это комната для девочки, дочки наших заказчиков. Комнату ей выделили большую. Эта комната совмещает в себе две зоны – мини-гостиная и зону для занятий. Так как мы здесь использовали мебель-трансформер, то вот эта зона гостиной превращается в спальню. Сейчас вам продемонстрирую, как диван плавно превращается. Диван плавно превращается. Кровать открываем. Вот это безопасный режим. Он является режимом проветривания. Потом, собственно говоря, вот откидывается. Здесь пуфик мешает. Такие подсветки, полочки. Еще здесь есть беспроводные зарядки для телефона. Такая вот мебель. Только зона хранения. Удобно спать здесь. Очень хороший матрас. Собственно говоря, достаточно все просто убирается. Так как это детская комната, мы предусмотрели здесь несколько сценариев освещения. В комнате было пожелание сделать достаточно яркое освещение. Поэтому мы решили подыграть и нашим, и нашим. И чтобы ярко и не очень получается у нас. Вот так вот свет включается. Так выключается. И еще отдельный выключатель в районе рабочего стола. И все вот эти выключатели можно, когда ложишься отдыхать, тоже дополнительно включать и выключать. Поэтому в комнате, несмотря на то, что окна выходят в такой глухой двор, где не очень светло, в комнате, в принципе, всегда светло. Здесь очень много мест хранения. Ребенок занимается творчеством. У нее здесь много шкафчиков, в которые она может всякие интересные свои поделки складывать. Конструкторы, игры. Потому что большую часть занимает у нас кровать. Хотя, вот кажется, вроде мебели много, но большую часть шкафов занимает кровать. Поэтому, соответственно, мы продумали шкаф для одежды и какие-то полочки и небольшие шкафчики для хобби ребенка. Вот немножечко получилось нам сегодня показать вам, как мы работаем на наших объектах. Эта квартира порядка 100 квадратных метров. Здесь немного комнат, кухня-гостиная, спальня и детская. Но, как будет видно вам из нашего обзора, мы постарались здесь предусмотреть практически все. И зоны хранения, и зоны отдыха, и возможность принять гостей, возможность разделить, трансформировать пространство. Это решение мы использовали и в кухне-гостиной, и в комнате у дочки. И коридор, который, на первый взгляд, не очень функциональный, на сегодняшний момент используется очень активно хозяевами, где мы разместили две зоны хозяйственные. Люди, которые заходят в приватную зону, каждый идет в свою комнату, и их не смущает расположение вот этих подсобных помещений. А красивая зона кухни-гостиная, где приходят гости, там еще есть у нас мини-кабинет для хозяина, там у нас получается все сделано для того, чтобы было красивое и открытое пространство. Очень надеюсь, что вам понравится обзор этой квартиры, вы возьмете на вооружение наше интересное решение. Возможно, вы, наши будущие заказчики, придете к нам и попросите, чтобы что-то интересное мы сделали для вас. А может быть, вы просто порадуетесь за нас, за нашу работу и за людей, с кем мы работаем. И так бывает. Спасибо за внимание.